МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Сарова 24. В студии Террина Апенова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Все силы на борьбу с огнем в Мордовии продолжает гореть государственный природный заповедник. Ход строительства Центра культурного развития и ремонт музыкальной школы оценила первый заместитель министра культуры Нижегородской области. В память великого флотоводца в Сарое прошло торжественное мероприятие, посвященное 20-летию канонизации Федору Ушакова. Далее расскажем по всем подробно. В Мордовии продолжает гореть государственный природный заповедник. На месте происшествия работает сводная мобильная группа МЧС и военная. В регион прибыл вертолет Ми-8 Жуковского авиационно-спасательного центра. Глава Темниковского района Сергей Кизим рассказал, что горят те же участки леса, что и в 2010 году. По данным республиканского МЧС, огонь захватил площадь 450 гектаров. Подробности далее. 3 августа от военнослужащих Саровской дивизии поступил сигнал, что в лесах Мордовского заповедника имени Смедовича произошло возгорание. Пожарные аварийные подразделения РФИАЦ в НЕФ и города оперативно отреагировали на сигнал. Обнаружили возгорание, перегнали всю технику имеющуюся и начали вести опашку. Потому что условия очень тяжелые. Лес высохший после 2010 года. Стоят сухие деревья, которые постоянно падают. Опасны и для механизаторов, и для людей, которые здесь находятся. Поэтому здесь применяется только техника. Значит, у нас на сегодня здесь 4 бульдозера, 2 экскаватора мощные. И мы делаем минерализованные полосы для того, чтобы опахать и взять вот этот огонь в контур. В настоящее время ситуация полностью контролируемая. На территории Нижегородской области огня нет. Для того, чтобы и дальше не давать стихии близко подходить к линии городской контролируемой зоны, привлечены значительные средства ядерного центра, города, Федеральной пожарной службы номер 4, ГОИЧС. На месте работают более 200 человек и 20 единиц техники. Кроме этого привлекаем. У нас 4 водоводские работают. 54 тонны у нас воды привозят за один раз. На сегодня мы обеспечиваем полностью все пожарные машины водой. Кроме пожарных и аварийных подразделений, активную работу проводят и механизаторы. Их главная задача – оконтурить очаг возгорания. Условия работы действительно непростые, даже не обошлось без потерь. В глубине леса на один из тракторов упало горящее дерево. К счастью, сам машинист не пострадал. Работа очень тяжелая. Мы работаем с 4 утра и порядка до половины 10 вечера. Как темнеет, мы до темна работаем. Сделано минеральных полос порядка 16 километров. Сделано вот таких широких полос. Шириной где-то порядка 20 метров. Для того, чтобы огонь не перескакивал. По словам специалистов, главная сложность заключается в том, что от горящих деревьев отлетает береста и создает новые очаги возгорания. Еще одна задача механизаторов – сделать так, чтобы пожарная техника могла оперативно добираться до нужной точки. И они с ней успешно справляются. Сейчас вот эта техника, которая работает здесь, мы идем навстречу. С Мордовии идет бульдозер большой тоже. Мы должны сейчас вот эту минерализованную полосу соткнуть. И будет проезд для пожарных машин обеспечен. На самом деле ситуация почему была сложной? Потому что нет проезда пожарной техники. Значит, мы на сегодня обеспечили проезд пожарной техники, которая может подъезжать, проезжать по этим полосам минерализованным. И, соответственно, мы, в принципе, вот та часть пожара, она окольцована сейчас на сегодня. На сегодняшний момент вся ситуация контролируемая. Поэтому нет опасности для города. Мы провели все мероприятия, значит, от контролируемой зоны. В 300 метрах от контролируемой зоны сделали опашку. И минерализованную полосу. Поэтому городской территории ничего не угрожает на сегодня. Саров посетила первый заместитель министра культуры Нижегородской области Наталья Суханова. Она оценила, как идет строительство Центра культурного развития и ремонт музыкальной школы. Подробности в следующем репортаже. Первый заместитель министра культуры региона Наталья Суханова и ее коллеги прибыли в Саров с рабочим визитом. В программу входило посещение двух важных объектов. Они побывали на стройке Центра культурного развития. Оттуда делегация направилась к музыкальной школе. Там идет ремонт в рамках национального проекта «Культура». Подрядчик делает благоустройство территории, крышу и фасад здания. Сейчас идет демонтаж обвершалой части кровли и ее замены. А также рабочие укладывают тротуарную плитку. Внутри работ практически нет, согласно проекту, сделанному еще в 2015 году. Но на сегодня такой подход себя изжил. Федерация нам ставит условия, чтобы мы включались в комплексе, чтобы мы сделали сами в комплексе учреждения и не возвращались к этому вопросу лет 10. И это правильно. Далее, у нас сейчас работает система. Хочу сразу вам сказать, мы полноценно капитально ремонтируем объект и укомплектовываем музыкальными инструментами. Наталья Суханова предложила администрации впредь разрабатывать проект таким образом, чтобы включать туда и полноценный ремонт внутренних помещений и обновление материально-технической базы. Что касается работы в музыкальной школе, подрядчик идет с небольшим отставанием от графика в полторы недели. Но до 1 сентября все работы должны успеть выполнить. Планируем работу завершить в срок. Есть трудности с поставкой материалов с крови. То есть вы фактически ставите план себе до учебного процесса, если сейчас есть некие вопросы с поставкой оборудования? Не оборудование, материалов. Потому что материал, во-первых, увеличился в несколько раз, и отгрузки идут тяжело, там все заводы загружены. Вот в субботу приходит часть материалов. А вот надпись «Музыкальная школа» на свое место уже не вернется, останется только на входной группе. Помимо предусмотренного проектом ремонта, в школе заменят окна. Часть средств сэкономили в ходе летних работ, остальное выделят из местного бюджета. Срок до 30 ноября. Но руководство школы надеется договориться с подрядчиком, чтобы все работы провести до 30 сентября. Помимо этого мы еще и меняем ковровое покрытие на требуемый линолеум, собственно, во всех рамках. Также мы, собственно, производим и иные ремонты, например, ремонт инструментов, ремонт противопожарной сигнализации и так далее. Также в этом году будут устанавливать противодымную вентиляцию в концертный зал. В связи с этим, так как будет часть зала разобрана, просто кровля, она будет в каком-то виде промежуточном, потребуется профессиональный ремонт концертного зала, так как у нас и акустика, собственно, не соответствует. Также в планах благоустроить внутренний дворик и создать пространство для отдыха и занятий творчеством воспитанников и музыкальной школы, и соседней художественной. Военно-спортивный отряд «Барс» объявляет набор юношей и девушек от 10 до 16 лет. Юные соровчане смогут пройти спортивную, медицинскую, строевую и огневую подготовку, освоить спасательное дело, научиться прыгать с парашютом и многое другое. Более подробная информация по телефону 8 904 922 22 52. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Россияне смогут с 2022 года регистрировать недвижимость через госуслуги. Об этом заявил глава Росреестра. Он уточнил, что все виды выписок в электронном виде планируют сделать доступными на едином портале уже до конца года. Самые востребованные выписки из ЕГРМ уже доступны в электронном виде, добавил он. Это сведения о переходе прав, об основных характеристиках объекта и об объектах недвижимости. Также глава Росреестра отметил, что ведомство уделяет большое внимание электронной ипотеке. Ее доли составляют уже почти 50%. 72 человека погибли на водоемах региона с начала купального сезона. Главное управление МЧС России по Нижегородской области призывает население купаться только на официально разрешенных пляжах и соблюдать правила безопасного отдыха на водоемах. Не оставлять детей без присмотра, не входить в воду в состояние алкогольного опьянения, не нырять в незнакомых местах, не заплывать за буйки, не устраивать в воде игр, связанных с захватами, не плавать на надувных матрасах. Напомним, в нашем городе официально разрешено купаться на озере Протяжном и Проду Боровом. ФК «Саров» приглашает болельщиков на футбол. Игра первого тура второго круга первенства Нижегородской области среди мужских команд первой лиги состоится 8 августа в 16 часов. Саровчане примут на стадионе «Икар» дубль Борского «Спартака». Сейчас футбольный клуб «Саров» занимает шестое место в турнирной таблице. В администрации прошел круглый стол, посвященный итогам проекта «Право на здоровье». Депутаты, представители администрации КБ-50, Саровского медицинского колледжа, учреждения соцзащиты, а также общественных организаций обсудили качество и доступность медицинской помощи в городах присутствия госкорпорации «Росатом». Благодарственные письма вручили СМИ и предприятиям, которые помогали в просвещении и повышении правовой грамотности пациентов. Подробности далее. Улучшить взаимопонимание пациентов и врачей. Такой была основная задача проекта «Право на здоровье». Благодаря этой программе создали технологии общественного контроля за предоставлением бесплатной медицинской помощи. Организовали занятия по правовой грамотности. Проект был реализован в 12 городах присутствия госкорпорации «Росатом», включая и Саров. Целью проекта являлась разработка общественного, развитие общественного участия в повышении качества оказания медицинских услуг в городах присутствия госкорпорации «Росатом». Конечно, это очень амбициозная цель, решить которую в рамках одного проекта нереально, но тем не менее ставить такие задачи нужно. В рамках проекта проводили проверки, чтобы оценить качество и доступность медицинской помощи. Также обучили граждан и врачей психологическим и правовым основам взаимодействия. Организовали консультационную поддержку. В результате такой работы Саров стал лидером по многим количественным и качественным показателям. Доступность медицинской помощи изучалась с трех сторон. Со стороны медицинских работников, со стороны общественности и пациентских организаций, и со стороны экспертов, которые как независимые люди изучают этот процесс. Подводя итоги, участники рулого стола поблагодарили руководителей, кураторов и экспертов, работа которых позволила усовершенствовать систему взаимодействия между врачами, пациентами и муниципальной властью. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из тех, кто госпитализирован, двое находятся в тяжелом состоянии. Еще один саровчанин скончался. В честь 20-летия канонизации Федора Ушакова у Дворца пионеров состоялось возложение цветов к памятнику адмиралу и награждение медалями почетных моряков. В мероприятии приняли участие глава города, руководители ядерного центра и члены организации ветеранов военно-морского флота. На мероприятие побывала наша съемочная группа. Уже 10 лет в Сарове существует музей военно-морской славы. Идея его создания возникла еще в 2004 году, но воплотить ее в жизнь удалось лишь спустя 7 лет. Гордость музея – передвижная выставка, которая рассказывает о жизни и подвигах адмирала Федора Ушакова. В честь десятилетия музея, в День памяти святого воина, коллектив наградили грамотой. Я хотел бы вручить почетную грамоту, которой награждается коллектив Саровского музея военно-морской славы, за вклад в сохранение истории военно-морского флота России, популяризацию достижений отечественной науки, укрепление имиджа ядерного центра и Сарова, а также с десятилетием со дня образования. В честь 20-летия канонизации святого праведного воина Федора Ушакова у Дворца пионеров собрались все те, кто хотел почтить память великого флотоводца и возложить цветы к его монументу. Нам очень приятно, что именно сегодня здесь, в городе Сарове, мы проводим такое памятное мероприятие в честь этой даты, потому что наша местность, город Саров, федеральный институт, связан с именем нашего великого непобедимого полководца, с самыми близкими фактами и событиями в истории нашего спецобъекта. Благодаря ему мы налаживаем честные соседские связи с Темниковским районом. Вчера там проходили значительные памятные мероприятия, саровские представители там также были. И благодаря таким знаменитым людям Саров будет процветать, Саров будет востребован и будет необходим для нашей страны. После возложения цветов почетных членов общественной организации ветеранов военно-морского флота России наградили медалями. Завершилась встреча в честь адмирала Федора Ушакова троекратным «Ура!». На дворовой площадке по Московской 25 активисты клуба «Мечта» провели для ребят игру «Рюхи». Дети разбились на команды и угадывали значение старинных русских слов. Подробности в следующем репортаже. Клуб «Мечта» продолжает радовать ребят летними мероприятиями на дворовой площадке по улице Московской 25. На этот раз детвора играла в игру с необычным названием «Рюхи». Это одно из названий русской народной спортивной игры «Городки». Изначально в ней нужно было с определенных расстояний выбивать битые фигуры. Теперь ведущий называет старинные русские слова, а участники должны отгадать их значение из предложенных вариантов ответа. Мы играли в упрощенную игру, но изначально игра немножечко другая, там можно обманывать. То есть команды дают заведомо ложный ответ, чтобы сбить другого игрока. Но вот так как мы играем с маленькими детьми, мы делаем правила немножко упрощенными. Игра «Рюхи» позволила проявить ребятам всю свою ловкость, находчивость, логику и фантазию. Дети узнали много интересного и познавательного и открыли для себя мир новых слов и значений. «Были сложные загадки, были легкие загадки некоторые, и было очень интересно». Мне понравилось-то больше всего отгадывать, какое это слово именно. На дворовой площадке клуба «Мечта» для ребят есть информационно-познавательный стенд, где активисты размещают интересные факты о различных праздниках и даже новости олимпийских игр. Там же можно узнать расписание мероприятий клуба на неделю. Дворовая площадка клуба «Мечта» будет работать до конца августа. Это мероприятие для лиц старше шести лет. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Вейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работает Терина Апенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!